Российская армия в течение нескольких недель ежедневно обстреливает Донецкую область. Зафиксировано значительное наращивание сил противника в Бахмутском и Северском районах, а также вокруг Славянской и Краматорска. По словам главы областной военной администрации Павла Кириленко, вся линия фронта в регионе под постоянным обстрелом. Они спокойно курят и приводят в порядок технику под палящим донбасским солнцем. Украинские солдаты готовятся к масштабному российскому наступлению на востоке страны. Ведь в Москве, говорят, намерены взять под контроль весь промышленный регион Донбасса. Война такая штука, что без смерти никак не обойтись. На то она и война. На войне одни погибают, другие страдают, третьи получают ранения. Одним повезло больше, одним повезло меньше. Война, одним словом. 36-летний Тарас, военный фельдшер, уже научился философски относиться к происходящему. Столько ужасов повидал. Каждый день он и его попротивы спасают мирных людей. Был артиллерийский обстрел. Градами обстреливали мирное население. Мы услышали чьи-то крики, побежали и увидели раненую. Все будет нормально, не волнуйтесь. Военные фельдшеры помогают Нине Трофименко. Ей 86, живет в прифронтовом селе. Во время обстрелов получила ранения в ногу. Услышали крики гражданской женщины, побежали на место. Она лежала с большой, рваной раной правой ноги. И на левой ноге поменьше осколочное ранение. Плюс была приглушена, ее контузило. Оказали первую помощь, обезболили, перемотали. Доставили в медпункт эвакуационный. С дальнейшей эвакуацией в лечебные учреждения. Медики людям помогают, но при этом не забывают напоминать об эвакуации. Ведь чем меньше мирных будет в зоне боевых действий, тем легче работать армией. Местные где-то прячутся. Может, она по нужде какой вышла. Это судьба, как лотерея. Кто-то выигрывает, кто-то не выигрывает. Она жива. И если выиграет открытую рану, она сможет... Тех местных, кто остался. Большинство уже выехали. Кто-то собирается сделать это сейчас. Эвакуирует даже коров. Ведь россияне намеренно стреляют по мирным объектам. Вот, например, разбили стадион. На этой базе тренировались ведущие спортсмены Украины. Они тренировались перед Олимпийскими и Паралимпийскими играми. Здесь постоянно проходили учебно-тренировочные сборы команд Украины. Правда, было это в прошлой жизни. До прихода оккупационных войск. Наш стадион был очень популярен среди местного населения. По утрам здесь бегали люди. Сейчас же стадион превратился в руины. И непонятно, когда его смогут восстановить. Как и неясно, когда местные жители смогут вернуться к привычной жизни. И снова бегать по утрам, не боясь российских снарядов. В нидерландское город.